Доброе утро, дорогие друзья! Итак, пятница, почти шаббат. Вы знаете, вот, многим кажется, что чем больше человек посвящает себя Богу, тем больше он утрачивает свою индивидуальность. Говорят, ну что, вот они толпа, там одинаковые все. Согласно Торе, верно, как раз обратное. Наша истинная индивидуальность напрямую зависит от нашей связи с Творцом. То, что мы обычно по ошибке принимаем за свою личность, на самом деле является нашей вторичной, животной стороной. А поскольку природные истинты и естественные позывы, они у всего человечества примерно одни и те же, но за небольшими разницами, то и личность, порождаемая ими вот этими физическими только явлениями, будет в лучшем случае вариация общая для всех тема. Таким образом, индивидуальность, это та часть нашей личности, не более чем иллюзия. Вот я понимаю, что это немножко сложно. Индивидуальность, которая идет только по животной стороне, она будет отличаться только маленькими нюансами. В отличие от этого, поскольку Творец бесконечен, количество каналов, посредством которым Божественность может появляться в нас, оно тоже бесконечно. И таким образом, именно Божественная личность делает человека поистину уникальным. В каждом нас заложен вот такой свой каналчик связи с Творцом. Если мы его не используем, этот канал просто становится, ну, пустынным. Главная наша ошибка в том, что мы хотим вместо Бога знать, что нам лучше, а что хуже. Это тупиковый путь, намного выгоднее, правильнее, воспринимать все, что идущее от Бога, как благо. Все, что не делается, все к лучшему. Это поистине гениальный принцип, который дает нам возможность, ну, хотя бы расслабиться. Знаете, вот в Йом-Кипур, перед Йом-Кипуром, один из бердических евреев, раздумал о том, что попросить у Бога. И он решил так, Бог, дай мне вот, я за год зарабатываю такую-то сумму. Дай мне, пожалуйста, деньги, которые я зарабатываю в течение года сразу, чтобы не было тягот, забот, чтобы я мог все время отвлекаться от учения. Не отвлекаться от учения. Утром он подумал над этим, еще говорит, нет, получается, сразу можно опуститься в всякие, еще более крупные предпятия. Бог, дай мне половину, а вторую половину потом. Потом перед молитвой он подумал, говорит, нет, слишком много. Давай четверть суммы ты мне дай раз в три месяца, чтобы я спокойно мог учиться в течение года. И к нему подошел Реби Ицкак из Бердича и говорит, а почему ты думаешь, что небесам нужны твои учения и молитвы? Может быть, Бог все хочет, чтобы ты почаще ломал голову, зачем к нему обратиться? К чему это маленькая притча? Вопреки всяким стереотипам, праведность складывается не только из технического соблюдения заповедей. Самое важное, не менее важное, но еще и важнее, главенствующий фактор, это отношение к Богу. Как часто мы к нему обращаемся? По какому поводу? В какой форме? Как мы с ним разговариваем? Разговариваем ли вообще? Вот вещи, которые отделяют нас от той вот животной души, о которой начали говорить. Надо помнить еще один важный момент, обращаясь к Богу. Потому что иногда человеку кажется, что он молился, что все хорошо, почему же нет ответа? Я вам расскажу секрет. Например, все сосуды, которые были в храме, храмовые сосуды такие, в процессе осуществления процедуры приношения, перед использованием, короче, в храме, очищались, чтобы они были духовно чистыми. И никакой бытовой утвари в храме не было. Вот подтекст сказанного понятен. Святые слова надо держать в святых сосудах. То есть, когда мы своим ртом обращаемся к Богу, если в течение дня, этими же устами, да, мы говорили нехорошие слова, говорили там всякие лошонара, то есть наговаривали на людей. То есть, если мы их загрязнили там всякими словами, словами, которые передут гнев, злобу, да, то выполнять роль святого сосуда в этот день они уже не могут. Если рот полон такими словами, то вся речь человека обретает негативный такой оттенок. И даже слова молитвы не могут быть эффективными, если сосуд нечистый. Слова, исходящие из загрязненного рта, не в состоянии дойти и подняться к небесному трону. Вот громадный пример того, как нам надо действовать. Еще одно. В судный день многие увидят, что им засчитаны добрые дела, которых они не совершали. Когда мы придем через 120 лет наверх, мы увидим такое вот, что вот в этом кипурном, это не мое, скажем мы. А в ответ услышат, это дела тех, кто плохо о вас говорил. И за это все их заслуги передаются вам. Тому, кто повинен в засловии, скажет, это хорошие поступки отняли у тебя, когда ты дурно отзывался о таком-то. И наоборот, кто-то увидит, что за ним числятся плохие поступки, которых он не совершал. А он тогда скажет, это не мое. Он скажет, это взятое из такого-то, о котором ты дурно говорил. Представляете, какой важный секрет я сейчас рассказал. Короче говоря, сказал Рабминахман потрясающие слова. Живите просто. Не надейтесь, что все дни будут похожи один на другой. Не ждите совершенства от себя в том числе. Двигайтесь все время. Продвигайтесь. Делайте, что можете и когда можете. Тем самым вы сохраните достаточно гибкости, чтобы суметь приспособиться к любой ситуации и не впасть в депрессию. И сохранять позитив. Всего вам самого лучшего. Брахава, Ацлаха, Шаббат, Шалом. Хорошей, доброй, вкусной субботы.